Итоги уходящей пятницы Кто добывает хлеб в поте лица? Это ваше право. Юристы проведут бесплатную консультацию. Чтобы как-то отпраздновать годовщину консультации, мы решили организовать марафон. Куда обращаться? Первое правило – не подходить близко. В стране стартует сезон загонной охоты на копытных. На лося, оленя благородного, кабана старше двух лет. Что нужно знать, прежде чем взять в руки ружье? А также верительные грамоты, смертельная авария и одноразовый пластик. В Беларуси за год образовывается свыше 280 тысяч тонн полимерных отходов. Сколько приходится на одного жителя? Беларусь открыта для любых разумных инициатив. Президент принял верительные грамоты послов 11 стран. Вручили их представители Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии, Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что дипломаты искренне уважают белорусский народ. Во время встречи глава государства затронул и ситуацию в мире. Наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизни на важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Белоруссии, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна и пшениц, прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь, повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте. Одним из наиболее значимых для Белоруссии партнеров в Латинской Америке президент называет Бразилию. Мы успешно сотрудничаем по разным направлениям. Тем временем взаимная торговля с Боснией и Герцеговиной в последнее время демонстрирует рост. Многие белорусские товары стали там достаточно узнаваемыми. Что касается ОАЭ, здесь Александр Лукашенко рассчитывает. Активная работа посла поможет нарасти торговлю и привлечет крупных эмиратских инвесторов в наше государство. Не в том месяце, не в то время. Накануне около полуночи вблизи деревни Ясный Лес произошла смертельная авария. 54-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» сбил мужчину, который стоял на проезжей части. Известно, что он был без фликера. От полученных травм пешеход скончался на месте. Госавтоинспекция напоминает, цветовозвращающий элемент может спасти жизнь. В сумерках водителям сложно своевременно увидеть человека на дороге. К тому же световой день стал короче. Химия и физика русский. В Бобруйске отметили День учителя. Со сцены Дворца искусств прозвучали поздравления от руководства города. В зале те, для кого быть педагогом, не просто работа, а призвание. Более 60 человек наградили почетными грамотами и цветами. Праздничное настроение у нас есть у всех. С утра нас поздравляли дети в школе, наши ученики, родители. Был праздничный концерт, поэтому все мы довольны, в приподнятом настроении, счастливые и готовые к работе снова. Уважение, пример и почет. Всего же в городе больше трех с половиной тысяч педагогических работников. Это люди, которые воспитали нас, наших детей и продолжают вкладывать душу в подрастающее поколение. Неспроста учителя называют вторым родителем. И здесь политика государства неизменна. Образование должно быть доступно для каждого, а подача материалов качественной и интересной. Поэтому система не стоит на месте, постоянно находится в динамичном и эффективном совершенствовании. А наши педагоги не только передают знания, но и формируют целостную личность. Доступная корзина, прививочная кампания и тематический знак. Минсвязи и информатизация выпустит почтовую марку ко дню учителя. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране продолжаются мониторинги парламентариев. Каждый день десятки точек во всех областях. Специалисты заявляют о снижении цен на овощи. Например, борщевой набор сейчас на 30% дешевле, чем в 2021. К слову, приемлемая стоимость на такую продукцию установлена и на осенних ярмарках. С октября в Беларуси начнется прививочная кампания против гриппа. Обращаться можно в поликлиники по месту жительства. В наличии две вакцины – российская и французская. Бесплатно прививать будут как взрослых, так и детей с шести месяцев. Как отмечают эпидемиологи, заболеваемость последние два года была низкой, но в этом ожидается рост. В республике планируют удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Это коснется и построек для аренды. Правительства делают все возможное, чтобы частные дома стали доступнее. По этому вопросу вносятся предложения. Срок до 1 марта. В Беларуси за год образовывается больше 280 тысяч тонн полимерных отходов. На каждого жителя приходится примерно по 30 килограммов. Актуальная тенденция – отказ от одноразового пластика и сортировка мусора. Пока это самые эффективные меры в борьбе за чистую страну. Минсвязи и информатизации ко дню учителя выпустят в обращение почтовую марку. Тема профессии и серии – детская филателия. Также в продаже появятся и художественные открытки. Планируется, что 2 октября на почтомате столицы состоится специальное огошение. В переводчике закона бабульские юристы проведут бесплатную консультацию. Акция в организации «Цивилист» пройдет 3 октября. Обратиться за помощью смогут все желающие, независимо от категории. Единственное уточнение – принимать будут только физлиц с вопросами, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. Год назад мы создали специализированную консультацию по гражданским и экономическим делам. В связи с этим, чтобы как-то отпраздновать годовщину консультации, мы решили организовать марафон. Кроме того, у нас регулярно проводится где-то раз в месяц, один день, время обычно с 9 до часу, ну может быть после обеда, с 14 до 18. Акции связаны с оказанием бесплатной помощи малоимущим гражданам. Но эту информацию можно смотреть на сайте Могилевской областной коллегии адвокатов. Граждан ждут в понедельник с 9 до 18 по адресу Октябрьская, 149А, кабинеты 401, 424 и 410. Проконсультироваться также можно и по телефону, который вы видите на экране. Дары земли. В Абрусском районе отметили дожинки. Уборочная, без сомнения, оказалась успешной. К республиканскому караваю наши аграрии добавили 37,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В лидерах по традиции СПК-гигант. О тружениках села Карина Гуревич. Плодородная белорусская земля кормит своих людей на протяжении многих лет. В благодарность к ней относятся с уважением и ласково называют матушка. Конечно, получить хороший урожай без настоящих профессионалов невозможно. В Бобрусском районе простую истину знают хорошо. Праздник тружеников села здесь отмечают с размахом. В Больших Бортниках открывают детскую площадку и отреставрированный памятный знак воинам советской армии и партизанам-землякам. Затем переходят к главному. Участвуют тех, без кого не было бы хлеба на столе. Наши аграрии в этом году добавили к общему караваю 37,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Вклад весомый. Впереди нас ждет зерно кукурузы, которое нам предстоит убирать где-то на порядка 4 тысячи с половиной гектар. Но это будет еще весомая прибавка однозначно. А так, погодные условия в этом году были переменчивые, конечно, но дали возможность нам справиться. Справились достойно, оперативно. Праздник для всех людей, праздник для всех хлеборобов и не только. Праздник для села. В передовиках уборочной по традиции СПК-гигант. Цифры говорят сами за себя. В этом году засеяли больше полутора тысячи гектаров. Треть, конечно, отвели пшеницы, и она не подкачала. Урожайность почти 88 центнеров с гектара. К караваю добавились бобовые, рапс, ячмень, третикалия. Общий намолот без малого 9 тысяч тонн, а это почти 24% всего зерна Бобруйского района. Уборочная завершилась. Бескрайние поля не простаивают. Эти территории в кратчайшие сроки освободили от соломы и подготовили к новой культуре. 106 гектаров засеивают азимым третикалия. Раньше здесь был рапс. В Михалевской Ниве особенно гордятся своими экипажами. В уборочной приняли участие три молодежных, среди них и один семейный. Конечно, организация внесла весомую лепту в общий каравай. Здесь намолотили больше 7600 тонн зерна. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 3,5 тысячи. Хорошо себя показал азимый ячмень. Мы выращиваем его третий год. В том году у нас было всего лишь 7 гектар. Культура нам понравилась. В этом году мы посеяли 105 гектар. Урожайность составила 68 сантиметров с гектара. Уборочная в этом году прошла вовремя. Погода способствовала, техника хорошо была подготовлена. Общий вес хлебного каравая Могилевской области перевалил за 1,14 млн тонн. За таким рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств. Зерновые культуры в современном мире поистине новое золото. Именно оно гарантирует нашей стране продовольственную безопасность, стабильность и уверенность. Белорусы не пропадут, да еще и готовы поделиться. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Выйти на след. В Беларуси с 1 октября открывается сезон загонной охоты на копытных. Желанными трофеями станут лось, благородные пятнистые олень, косуля, лани, кабан. Добывать животных любого пола и возраста можно ружейным загоном и с собаками в светлое время. Из-за сада и с подхода в течение суток. На лося, оленя благородного, кабана старше двух лет, лани, разрешена охота с помощью нарезного охотничьего оружия, с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, а также с помощью охотничьего гладкоствольного оружия, с патронами и снаряженными пулями, в том числе арбалеты и луки. С 1 октября стартует и осенне-зимняя охота на пушных животных, таких как заяц, русак и беляк. С 5 ноября список дополнится белкой, куницей, американской норкой, андатрой и лесным хорем. Плюс разрешается добыча волка, шакала, лисицы и нотовидной собаки, серой вороны и сороки. Завершится сезон 29 января. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok